Сразиться в логической битве на черно-белом поле, разгромить соперника и насладиться вкусной едой. На набережной у амфитеатра состоялся первый турнир по съедобным шашкам. Я желаю вам всем удачной игры. 32 участника разных возрастов собрались в одном из шатров на набережной, чтобы сразиться в популярную настольную игру. Хотя все участники крайне азартные люди, для многих это как раз тот случай, когда главное не победа. А возможность потренировать разум, послушать музыку 90-х, пообщаться в компании единомышленников. Алена Оленикова участвует в турнире вместе с сыном Григорием. Победа для вас важна или просто вы хотите с азартом провести время? Просто с азартом провести время с детьми. Как давно вы играете в шашки? С детства. Детство всегда побеждало в шашки. Во всех турнирах побеждало. Я пришел вкусно поесть и хорошо провести время. Я выиграл первый раунд, а во втором, я кажется, поиграл. Как давно вы играете вообще в шашки? В шашки я играю, наверное, лет пять. Ну, сколько побед на вашем счету было? Помните, нет? Не помню. Часто играете? Раньше играл часто. Сейчас не знаю. Ну, вообще сегодня уверенность в своих силах? Конечно. Правила съедобных шашек почти не отличаются от обычных. Главная особенность – участники должны внимательно следить за ходом игры. Вспомните хитрости, чтобы из отборочного тура 1.32 финала попасть в финал. Самое приятное в состязании – это, конечно, то, что в качестве трофея твой противник собирает всевозможные канапе. Изысканные бутербродики любезно приготовили мастера ресторанного холдинга корпорации «Славтек». В чем суть, в чем сама соль? В том, что мы играем с съедобными фишками. То есть там такие небольшие рюмочки с канапешками. И если вашу фишку съели, вы ее забираете, соответственно, съедаете канапешку. Мы считаем потом в конце игры, у кого осталось больше фишек, тот и считается победителем. У кого меньше, тот, соответственно, проигрывает, забирает все оставшиеся свои канапешки. Ну и также еще сертификаты от кафе «Квартира 92» ресторанного холдинга «Душа Сибири». Я считаю, что очень классная идея. Кто не дошел до финала, не огорчился. Унес с собой дюжину съедобных призов. Очень понравилось. Жалко. Немножко сожалеем. Ну, рады за других участников, что кто-то из них выиграет сейчас. Итак, кто же победители? Третье место у Дмитрия Верещагина. Вторую строчку турнирной таблицы занял Макар Слайковский, один из самых юных участников интеллектуальной битвы. А абсолютная победа досталась восьмикласснице Анастасии Лыгиной. Так получилось, что я выиграла максимально неожиданно. Я себя не ожидала. Шахматами я не занимаюсь, но очень люблю эту игру. У нас в школе стоят шахматы, шашки. И при желании и времени на перемене мы играем. Анастасия учится в лице имени Пушкина, углубленно изучает английский и математику. Эльмира Казанина, телеканал Самотвор.